Это многокилометровая пробка на юге Ливана. Местные жители в спешке покидают Сидон. После того, как Израиль начал рассылать текстовые и аудиосообщения на телефоны с призывом эвакуироваться. Цааль предупреждает, удары по объектам Хизбаллы будут усиливаться. После воскресной массированной ракетной атаки севера страны, Израиль намерен свести на нет возможности террористов. Сегодня утром армия обороны Израиля начала масштабные упреждающие авиаудары, основанные на точных разведданных, направленные на подрыв возможностей и инфраструктуры террористической организации Хизбалла в Ливане. Это инфраструктура, которую Хизбалла создавала на протяжении многих лет. Утром 23 сентября жители Южного Ливана получили текстовые голосовые сообщения с предупреждением держаться подальше от жилых зданий, которые используются Хизбаллой для хранения оружия. «Я предупреждаю ливанских жителей деревень в Бекаа. Это целевое предупреждение для деревень в Бекаа. Жители вблизи зданий или внутри домов, где хранятся ракеты или оружие, немедленно уходите. Уходите ради своей безопасности. Вы видите операции, которые мы сейчас проводим на юге Ливана. Хизбалла намерены использовать это оружие для ударов по израильской территории, и мы этого не допустим. Держитесь подальше ради собственной безопасности. Хизбалла лжет вам и подвергает вас опасности. Слушайте предупреждения и сообщения, которые будут переданы армии обороны Израиля ради вашей безопасности и безопасности ваших семей». Несмотря на попытки ливанских властей блокировать сообщение, Израилю удается обходить ограничения местных систем связи. Эти предупреждения стали первым с начала войны в Газе официальным сигналом израильских военных жителям Ливана. По словам министра обороны Израиля, операция на северной границе вступила в новую фазу. «Мы усиливаем наши атаки в Ливане. Действия будут продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем нашей цели – безопасно вернуть жителей севера в свои дома». Новая серия авиаударов по поддерживаемой Ираном Хизбалле – самая широкомасштабная за почти год с начала конфликта. Израиль наносит удары по югу Ливана, восточной части долины Бекаа и северному региону вблизи Сирии. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских авиаударов погибли почти 300 человек. «Текущие данные Центра чрезвычайных операций общественного здравоохранения при Министерстве общественного здравоохранения составляют 274 мученика, среди них 21 ребенок и 39 женщин – это те, о ком мы знаем на данный момент. Есть и другие раненые и погибшие, о которых нам еще предстоит узнать». В Израиле отвергают обвинения в ударах по гражданскому населению и настаивают – мирные жители должны покинуть территории, прилегающей к военным объектам Хизбаллы. В Иерусалиме, твердо решили обнулить военный потенциал проиранской группировки. Несмотря на призывы международного сообщества не допустить эскалации, военно-политический кабинет дал понять, что время дипломатии прошло. «Для тех, кто еще не понял, хочу пояснить нашу политику. Мы не ждем угрозы, мы ее предупреждаем. Там, где это необходимо и в любое время. Мы устраняем высокопоставленных боевиков, мы уничтожаем террористов, мы уничтожаем ракеты и многое другое. Мы уничтожаем тех, кто пытается уничтожить нас. Я обещал, что мы изменим баланс сил на Севере. Именно это мы и делаем. Мы уничтожаем тысячи ракет, нацеленных на израильские города и на израильских граждан. Нас ждут сложные дни. Я прошу вас, граждане Израиля, во-первых, подчиняться директивам командования тыла – это спасает жизни. И проявлять солидарность, решительность, ответственность и, конечно же, терпение. После пятничного авиаудара по Бейруту, в результате которого, по утверждению армии обороны Израиля, были убиты 16 старших командиров Хизбаллы, Израиль продолжил атаковать цели в Ливане. В субботу военные самолеты нанесли удары по пусковым установкам на юге страны, готовившимся к обстрелу еврейского государства. На прошлой неделе по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров и портативных раций. Очевидно, что Израиль больше не намерен терпеть обстрелы, в результате которых десятки тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома на севере страны. Дипломатические усилия не принесли результатов. Лидер Хизбаллы, шейх Хасан Насрала, прямо заявил, его подопечные не прекратят обстрелов до тех пор, пока Израиль не свернет операцию в Гази. Воскресный ракетный удар, судя по всему, стал точкой невозврата. Вопрос лишь в том, ограничится ли Израиль воздушными атаками или регион ждет Третья Ливанская война. Владимир Унанянц, Девятый канал.